Друзья, вот такие вот M.2 NVMe SSD, конечно же, вещь незаменимая при сборке компьютера, например, для PlayStation, да даже для вот таких вот переходников, которые я использую очень часто, и на текущий момент уже даже нельзя представить, как можно проапгрейдить ноутбук, как можно собрать компьютер именно без этой детали. Так вот, топ-5 самых продаваемых на текущий момент по нашей информации и самых, скажем так, надежных и быстрых NVMe SSD дисков, это, кстати, один из тех, которые я использую, обязательно будет в этом топе, и, в общем-то, это все на канале Технозона на весну 2024 года. Поехали! Слушайте, ну вот картиночка, так у нас NVMe SSD, мы сейчас начнем с последнего места, конечно же, пойдет по возрастанию цены и по скорости, и, конечно же, по качеству. Мы брали в этом топе отзывы владельцев, первое. Второе, мы брали статистику по обращениям в сервисный центр, ну, такое тоже бывает и у Mercedes, бывает и у BMW, бывает, да даже у Apple бывают браки и к сервисным центрам, но у нас есть информация и по продажам, и по скоростям, и, конечно же, по обращениям в сервисный центр, поэтому брали лучшие из лучших. Во-первых, подписываемся, нажимаем колокольчик, во-вторых, ссылочки, ссылочки на вот эти вот SSD по хорошей цене лежат в описании под видео. А на пятом месте у нас один из самых знаменитых SSD-шек, почему? Потому что стоит он дешево, качество действительно классное. Здесь мы конкретно рассматриваем 1-терабайтную версию, хотя здесь можно выбрать от 250 гигабайт до 4 терабайт, но для меня сейчас на текущий момент терабайт, это, знаете, такая средневзвешенная. Меньше это уже мало, я, в принципе, 500-ки беру только на внешние какие-то вот такие вот карманы, я же говорю, у меня вот есть, я использую очень много вот таких вот карманов SSD внешние, и, знаете, уже как бы пришло время их использовать для этих карманов, потому что появились Thunderbolt очень быстрые, появились даже карманы на Thunderbolt 4, на USB 4, которые до 40 gbps пахают, пашут вернее, и, в принципе, туда уже нужны быстрые диски. А этот диск, это, знаете, народный выбор, почему? Потому что при относительно небольшой цене, ну, на текущий момент 2769 гривен, он обеспечивает неплохую, скажем так, скорость чтения, это 3500 мегабайт в секунду на чтение и 2100 на запись, и это диск формата M2-2280. У нас, знаете, в чем вопрос? Хотя здесь написано, что здесь 3D NAND, но 3D NAND некоторые путают и считают, что это тип памяти. Нет, это технология упаковки, скажем так, памяти, а память у нас есть SLC, MLC, TLC. Так вот, в данном случае это TLC 3D NAND, что позволяет его делать дешевым. TLC это обычно самый медленный тип памяти, он трех, знаете, там же есть SLC, это Single Layer, MLC это Multi Layer, а TLC это Triple Layer, то есть это тройной слой этих самых ячеек, а 3D NAND позволяет нам их, грубо говоря, размещать в 3D, ну, не нам, а производителю, что, в принципе, удешевляет, и это делает вот такие вот прекрасные небольшие диски большого объема. Можно выбрать 2 терабайта, можно выбрать 4 терабайта, но скорость от этого особо не изменится, 33500 на скорость чтения будет. Не подходит для PlayStation 5, сразу говорю, слишком маленькая по скорости, но для компьютеров в качестве, допустим, в каких-то среднеизвешенных, в среднебюджетных сборках, в качестве основного диска под операционную систему идеально. Это PCI-Express 4.0x4 интерфейс, то есть у нас поддержка протокола NVMe, с ресурсом памяти до 320 терабайт, еще и у нас от 0 до 70 градусов рабочая температура, некоторые боятся нагрева больше 60, фигня это все, хотя можете запилить на него радиатор, и вот эта вот штука у нас на пятом месте, то есть есть разные у нас объемы памяти от 250 до 4, но терабатничек за 2769 действительно хороший вариант. А на четвертом месте у нас, вот кстати, кто как читает вот это вот, напишите мне транскрипционно, не знаю, произведение, я читаю Crucial, не знаю, кто как читает, я слышал настолько разные варианты, но после того, как я там был в Италии, там, это больше такой, Crucial, я прилипла, это тоже, это Crucial P3 Plus 3D Nant на 1 терабайт, он существует в 500 гигабайт, 2 терабайта, и тоже дешевый SSD, хотя с уже более быстрой скоростью чтения, 5000 мегабайт в секунду на чтение и на запись 3600, но я бы его тоже не ставил бы в PlayStation 5, я, честно говоря, не уверен, кто ставил его в PlayStation 5, напишите, он, плойка не ругалась на скорость чтения, нет, потому что то, что я ставил, я вам покажу позже, там 100% вариант заходит. Здесь, хотя не написано какой-то тип памяти, здесь тоже TLC, 3D Nant, то есть Triple R на 3D Nant, что позволяет его, в принципе, делать таким дешевым и долговечным, по идее. Но, опять же, это PCI Express 4x4, но тут ресурс записи немножко ниже, чем у Kingston предыдущего, но скорость записи чтения делает свое дело. Хорошо подходит для сборки компьютера, просто идеально, среднебюджетной такой уже предтоповой сборки, неплохо подходит для апгрейдов ноутбуков, какие для, ну, допустим, по объему 2 терабайта за 5477, очень даже неплохо, поэтому мы ее рекомендуем, но это четвертое место. Потому что на третьем месте у нас GoodRam, и хотя многие скажут, да, ну, блин, GoodRam, GoodRam, ребят, очень-очень качественно, я GoodRam-ами пользовался достаточно долго, и это у нас тоже TLC 3D Nant, то есть TLC-тип памяти на 1 терабайт, есть на 2 терабайта, стоит она чуть-чуть дороже 3379, но скорость уже 7400, и скорость записи 6500, это уже то, что можно и в плойочку поставить, в пятую, да, это то, что можно в ноутбуке классно прокачать, если ставить его как системную, ну, или, допустим, как игровой, если 2 терабайтник взять, поставить под игры, вы знаете, как там локации будут прогружаться, так, фух, и ты быстренько, да, там, избежать каких-то фризовок и смене локаций, все остальное, это просто идеально, это просто идеально хороший диск, на PCI Express 4, там, X4, здесь у нас, смотрите, 600 терабайт ресурс записи, то есть это выше, чем у двух предыдущих, грубо говоря, вместе взятых, да, там 220, там 350, вот и считайте, и вы переплатили здесь на сколько ниже, ну, это смешно, очень хорошо подходит для сборок, хорошо подходит для плойки, хорошо подходит для тех же самых ноутбуков, просто идеально, для карманов, для 40 Gbps, да, дешевле карманы, это я бы рассматривал бы из двух предыдущих моментов, там подешевле будет, но это классный вариант, действительно классный, на втором месте у нас то, что я обожаю использовать, KC3000, это один из самых топовых моих любимых дисков, я вам объясню, я использую, вот он, ну, я использую, знаете, что, вот, Kingston Fury Renegade, который на базе вот этого вот KC3000, вот сзади у меня здесь написано KC3000, это конкретно моя любимая марка, ставил в плойке, работал у меня, у меня на таких KC3000, я полностью заменил, ну, как, у меня есть Asus ROG Strix Note, у меня там первым стоит Samsung первым диском, второй я влепил вот этот вот Kingston, блин, работает просто идеально, у меня на нем облака, но у меня стоит 4 терабайтник, и, кстати, цена, я вам скажу, ну, 4, 479, здесь тоже NAND TLC, 3D NAND TLC, 1 терабайтный, я как бы смотрю, есть у нас E512, есть до 4 терабайт, со скоростью, со скоростью у нас 7000 мегабайт в секунду, это чтение и скорость записи 6000 мегабайт в секунду, здесь самое прикольное, это контроллер Fizen, тут уж, извините, по-немецки читаю, E18, и с ресурсом записи у нас 800 терабайт, 800, это уже больше, чем в предыдущих, ну, поэтому мы, в принципе, его и рекомендуем на втором месте, классная тема, подходит для всего, вот для чего, вот все, что угодно, вот он реализует практически, знаете, такой PCI Express 4, 4, практически в полном объеме, отличный, отличный диск, тут я сам от него, скажем так, кипятком обливаю асфальт, грубо говоря, ну, уж тут можете мне поверить, это я сам использую во всех своих ноутбуках, во всех практически, а на первом месте, кто бы вы думали, кто, а я сейчас тут аргументирую, почему на первом месте, то есть мы запомнили здесь типы памяти, у нас примерно везде одинаковые, это 3D NAND TLC, да, на трипл лейере, а на первом месте у нас SSD диск Samsung 980 Pro VNAND MLC, она 1 терабайтный, есть он от 500 гигабайт до 2 терабайт, кстати, вот я его советую, он даже немножечко дешевле, чем KC 3000, и вы можете мне там сказать, само собой, что тут у нас MLC, но не все так просто, не все так просто, скорость чтения у него 7000 мегабайт в секунду, и запись у нас 5000 мегабайт в секунду, контроллер здесь Samsung Elpis, само собой, что там могло еще стоять, конечно, у нас PCI Express 4 X4, 4.0 X4, а теперь на секундочку, почему он на первом месте, я вам объясню, дело в том, что если брать вот эти все типы памяти, SLC, MLC и TLC, TLC позволяет нам упаковать больше памяти в более дешевый вариант, скажем так, памяти. Вот это самое VNAND, это запатентованная конкретно технология Samsung, и почему они именно MLC? Дело в том, что MLC у нас по сроку службы лучше, чем TLC, поэтому они более надежные, это факт, мультилейер всегда будет лучше, чем трипл лейер, конечно, сингл лейер по сроку службы будет совсем длинный, но там самая низкая емкость, и будет трудно упаковать 1 терабайт, ну, допустим, или 2 терабайта, да, как у них там есть, в такой вариант форм-фактора, это будет тяжело. А вот скорость записи и скорость чтения у него по сравнению с TLC средняя, то есть, если брать сингл лейер, это самая быстрая скорость памяти, трипл лейер самая низкая, они там вытягивают этот трипл лейер, но это все жертвуются сроком службы, то есть, MLC, он имеет большую скорость чтения сам по себе, вот этот вот, сама по себе память имеет саму скорость чтения выше, при этом за счет Винанда, который у нас позволяет вертикально размещать ячейки памяти, они упаковывают, то есть, у них, они ограничены в пространстве, да, там, они ограничены в размерах этого самого, в размерах самого форм-фактора, но они с помощью этого Винанда вертикального размещения, они упаковывают MLC, что является лучше по сроку службы, по надежности и по скорости, чем TLC, то есть, он в любом случае лучше, в любом случае 980 Pro лучше, и у меня первый диск, в моем Asus ROG Strix, когда я говорил Samsung, какой стоит, конечно, 980 Pro, для плойки, для сборок для любых, при этом, это уже, я бы считал, для топовых сборок, при том, что он стоит дешевле, куда я уже задел свой Kingston, при том, что он стоит дешевле, чем этот самый KC3000 Kingston, а это Renegade Fury, Fury Renegade, классный, а этот лучше, у меня на нем еще и радиаторы стоят, кстати, радиаторы советую докупать, а если вы мне, если вам интересно, про какие карманы 40 Gbps говорю, я вам закину один карманчик, который я тестировал на 40 Gbps, на Thunderbolt 3, пожалуйста, пойдете, посмотрите, то есть, есть и такие, а ссылки на эти диски лежат в описании под видео, кстати, здесь представлены от 500 до 2 терабайт, и, кстати, за 2 терабайта 7800 заплатить, времени очень даже неплохо, поэтому это первое место, я не знаю, вы можете в комментах написать все, что угодно, посоветуйте свой диск, посоветуйте это, но у нас вот эта вот совокупность обращений в сервисные центры продаж и, конечно же, скорости, типы памяти, вся эта совокупность, у нас получился именно такой топ, спорить вам, решать вам, а с вами был Бабл на канале Технозон, ссылки в описании под видео, пока!